Ее лицо узнаваемо, а роли в кино всегда запоминающиеся. Но больших интервью с актрисой нет. Совсем. И это не от того, что Анастасии Поповой нечего сказать. Просто она уверена. Образы на экране должны говорить сами за себя. Зрителя не проведешь. Либо запала в душу, либо промах. Ты испортил все. Ты в лес куда не надо. Ой, Павел Петрович, ну нельзя так пугаться. Аж сердце туда ушло. Олег, я не могу. У меня надо остаться. У тебя отпуск. Я понимаю. Я должна. Это важно. Ладно, морду тут отвороти. Знаю, что не я у тебя на уме. Ну так тут же еще, Наденька. Знаете что? Я вот вас сейчас приклинаю. Роли в этих сериалах, может быть, и не главные, но точно яркие. В последнее время у нас принято в основном ругать в обсуждениях все и вся. А вот про Анастасию Попову я не нашла ни одного отрицательного отзыва. А вот вдохновляющих много. Про таких, как она, говорят, играет, как дышит. Сегодня моя героиня – актриса театра и кино Анастасия Попова. Это я вам аплодирую. Настя, здравствуйте. Я очень рада вас видеть. И счастлива я, что вы сегодня моя героиня. Вы знаете, мы, когда готовимся к гостям, героям, мы всегда собираем биографии, уточняем какие-то детали. Понимаете? И выяснилось, что о вас ничего вообще никому не известно. Вы такой подпольный шпион. То есть мы все знаем фильмы, в которых вы снимаете. Вы в прекрасных фильмах снимаете. Спасибо. И любите. Но про Анастасию Попову вообще ничего не известно. Я поэтому сейчас буду у вас брать эксклюзивное интервью. Да, это правда. Вот что я буду делать. Вот что я хочу у вас спросить. Вы актрисой родились или стали, Настя? Хороший вопрос. Прямо родилась. И у меня не было никогда сомнений. Мне кажется, вот я родилась, как только я научилась говорить, я сказала, я актриса, все. У меня не было сомнений. Весь мой дальнейший путь выстраивался именно по этому пути. А кто родители? Прекрасные люди, простые. Мама у меня мама. Папа у меня строитель. Вот. У нас большая многодетная семья. Нас четверо. Прекрасно как. А вы младшая или средняя, или старшая? Я третья. У меня есть старшая сестра, старший брат. И потом вот мне было 13 лет, и родители решили еще и четвертого ребенка родить. Моего младшего брата. Он у нас такой любименький. А вы все родились в Москве, да? Нет. Я вообще из Подмосковья. Город Дубна. Прекрасный. Это прекрасный город. Ой, я обожаю этот город. Слушайте, это вообще, это лучший город на земле. Я с вами абсолютно согласна. Вы знаете, на самом деле, когда растешь... Не понимаешь. Не понимаешь. А потом, где-то лет, наверное, в 27, я поняла какую-то такую ценность своего города. Ты просто растешь, и ты к этому привыкаешь. У меня три минуты от дома пляж, Волга. Да, там же воды полно. И он такой просторный. Потом попутешествовала очень много в связи с профессией. В связи с этим мы там играли антрепризный спектакль. И я проехала всю Россию от Калининграда до Владивостока. И я поняла, думаю, боже, какой у меня красивый город. И я как будто бы заново прям в него влюбилась. И это мое место силы. Я очень люблю. И у вас там родители, да? Да, у меня там родители. И вся семья у меня там. Вот я единственная в Москве. Откуда отколувшаяся? У меня не было вообще каких-то сомнений. Вообще как-то я знала точно так. Все, значит, школы быстренько мы заканчиваем. Я еду. Нет, конечно, у меня было страшно, что я не поступлю. Понятно, это все. Но я как-то знала свой путь, что я буду жить в Москве. И все вот так вот. И я уже 17 лет в Москве. Ровно так половину уже жизни самостоятельно. А в детстве какие были радости? Да все было радостно. Детство. И это, конечно, лето. И это, конечно, двор. Казаки-разбойники. Какие-то мечи. И вот у нас были спортивные площадки. Детство можно разделить. Вот у меня, я так думала, на три этапа. До 12 лет. С 12 до 15. И с 15 до 17. И как-то так получилось, что, наверное, с 15 до 17 был самый короткий период, но был самый насыщенный, густой, невероятных впечатлений каких-то начиналась какая-то жизнь. То есть мы играли музыку Розенбаума, слушали Земфиру. Ну, то есть как-то влюблялись. У меня был младший брат все время на мне. Я все время как-то выкраивала. Это всегда бессонные какие-то ночи, какие-то экстремальные сдачи экзаменов. Бесконечные. Да, да, да. Я прямо это вспоминаю, потрясающе люблю всех людей, которые там вот так вот. Все было радостно. В семье какие-то были правила, что вот от детей требуется то-то, то-то и сё-то, и вот еще 20-е и 15-е? Мама у меня такой эмоциональный очень человек. Либо кнут, либо пряник. Как бы у нас не было как-то посерединке. Полутонов. Да, полутонов не было. Либо ты, любимое выражение мамы, там нет слова хочу, есть слово надо. Да, да, да. И это всегда огород, и это всегда, я помню, там в 13 лет уже начинаешь что-то гулять, но ты знаешь всегда, что надо прийти вечером, поливать это всё, потому что целый день был жаркий, растить этот урожай. На мне уборка была дома. Ну да, девочка же, конечно. И так еще получилось, что я, наверное, там с 12 лет стала практически очень много бывать одна, потому что мама с весны ранней по осень уже переезжала на дачу, и там всё, значит, всё это работало. Вот, да. И я там как-то рано очень научилась за собой это, ну, как-то и поесть, и всё, да. Я обожала это время. Мама уезжала, и всё, у меня была генеральная уборка. Я выбивала матрасы. Я вот почему-то очень, чтобы всё дома, всё пропылесосить, всё чистое, всё какой-нибудь... Кассеты ещё тогда были, фильм, и вот у меня, значит, чай, чтобы всё было красиво, чинно, блин, благородно, как бы, скатерть вязаная, всё, я всё наперестираю, всё перетрясу. И в этом смысле какой-то был такой хороший у меня тандем с мамой, потому что мама там, значит, а я, значит, здесь тылы защищаю. Защищаю, да-да-да-да. Вот, ну, а потом вот уже мой младший брат родился, и вот то с ним там... То есть это вот кончилось, вот эта райская жизнь, да? Ну, конечно. Ну, да, это было неожиданно. А родители, когда вы им сказали, что я буду актрисой, они что вам ответили? Ты сошла с ума? Нет. Не было никаких ограничений, была такая свобода, но, честно скажу, она немножко, как сказать, с одной стороны хорошо, а с другой стороны есть другая сторона медали, потому что ты очень рано привыкаешь организовывать сам своё пространство, у тебя никто не проверяет там уроки и так далее. Мама может спросить, ты сделала, там, ты говоришь, да, и всё, и очень много ответственности, и ты очень рано начинаешь распоряжаться своей жизнью, но ещё не понимая, что правильно, что да. Да-да-да, что хорошо, а что к худу, да. Да, я вот, например, почему-то в 12 лет уговорила всех, что у меня просто первое образование оперное. Мама так хотела ей, чтобы я была оперной певицей. А я всё время думаю, как бы меня так по-хитрому совместить, потому что я понимала, нет, я актриса, нет, драматурги. Я почему-то в 12 лет уговорила всех там в своей хоровой школе, что музыкой, сольфеджио заниматься, у нас было очень всё там строго, и дирижирование, и всё это, я так, мне это не нужно, я буду, я буду только петь. А мне просто было это лень, вот это вот всё, я не терпеливость вот это была. А сейчас, конечно, я выросла, думаю, ну вот дурочка, конечно, была, надо было сидеть, всё учить, была бы поумнее. Я узнала, что есть ГИТИС у нас, где есть факультет музыкального театра, именно не эстрада, а музыкальная, это опера оперета, и что там совмещено, ты играешь и поёшь. И тогда набирал Георгий Павлович Ансимов, мы у него были последний курс, он был старенький, вот Царства Небесного его уже нет. Первые два года я проучилась в ГИТИСе на факультете музыкального театра, вот это вот всё, все дела. И потом, в какой-то момент, я поняла, что это не то, чем я хочу заниматься. И стали просыпаться революционные какие-то... Идеи? Идеи, да, я не... А у меня всегда, когда революция, я не сплю, особенно это бывает весной. Да-да-да-да-да. Всё, и я полгода ходила, я думала, как? Как мне? И я понимала, я думала, хочу Кудряшова в ГИТИС, у них такое всё талантливое, там это, думаю, ну, а как я уйду из ГИТИСа в ГИТИС? Я не знала всех правил, я не знала, когда поступала, что можно поступать в несколько вузов. Я вот выбрала ГИТИСа, и я пришла в ГИТИС и поступила. То есть вы прям в один институт поступали, и в него поступили? Я не знала, мне потом рассказали, ой, у меня там-там документы. Я говорила, а так можно было? Ну, то есть вот так. А потом я поняла, думаю, ну, конечно, мечта МХАТ, но там только боги учатся. И я попробовала, я втихаря учила программу за ночь, какую-то я программу выучила, на улице, на скамейке, рядом с общежитием ГИТИСа, чтобы никто не узнал, что я поступаю. Во-первых, чтобы не сглазили. И я пришла в МХАТ в последний день до конкурса уже, к Игорь Яковлевичу Золотовицкому. И он мне сказал, Настя, он говорит, а где вы так долго были? А я наврала. Я подумала, если я скажу, что я из ГИТИСа, то меня не возьмут. Потому что я уже проучилась, я какую-то базу драматическую уже знаю, иду, меня не возьмут. И я наврала, я сказала, я в Гнесинке была, у меня были экзамены. Ага, ага. Я подумала, я попробую, иначе, у меня так всегда бывает в жизни, я думаю, иначе я потом себе не прощу. Я просто попробую. Я не поступлю, не поступлю. Ну, значит, все, значит, так нужно. У нас было 40 девочек, 4 десятки, и из последней десятки прошла только я. Это было какое-то чудо. И я даже не могла поверить, что я поступила, потому что меня зовут Анастасия Попова. Я думала, ну, это распространенная фамилия, когда стали объявлять, что Анастасия Попова прошла. И первое, что я стала спрашивать, я говорю, она мне все говорят, да поступила. Я говорю, подождите, подождите, а здесь есть еще Поповы. Пожалуйста, там, жалитесь. Да, я говорю, это правда, я, правда, не могла поверить в свое счастье. Конечно, я понимаю. Но вот Игорь Яковлевича слова, то, что он мне сказал перед конкурсом, он сказал, Настя, я всех, кого уже к себе возьму, я знаю. Он говорит, но в жизни есть такое понятие, как удача. Он говорит, пробуй. Ну, то есть, и вот так на всю жизнь я иду с таким лозунгом. В жизни есть такое понятие, как удача. Никогда не знаешь. Надо всегда идти, пробовать. Как случай в нашей профессии много, много значит. Настя пошла не в последний день поступать, а в последнюю минуту. Когда курс уже был набран. Ну, знаете как, идут туры, 3000 народу, нам надо отобрать 20 человек. И, в принципе, конкурсу они приблизительно нам ясны. И вдруг забегает, вот Настя забегает со своим темпераментом. Послушайте, послушайте. Я говорю, все закончено, у нас конкурс завтра. Вы говорите, пожалуйста, послушайте, послушайте, послушайте. Что-то она там так бойко. А что нужно для того, чтобы заметить абитуриента? Нужна эмоция. Правильно читать тут научат. Наоборот, интересно, когда неправильно. И что-то в ней было такое неправильное. Она что-то нас зацепила. И я говорю, ну давайте. И так Настя вот так вот попала на курс. Последнюю минуту просто заскочила уже в уходящий поезд. И я так рад, что у нее получается. Она такая плотная, она такая содержательная. Что соответствует школе русского театра, не просто школе студии МХАТ. И мне очень за нее радостно, потому что в какой-то момент мне показалось, что она как-то легкомысленно относится и не задержалась в театре так надолго. Мне кажется, из-за характера своего непростого. Хотя я понимаю, что профессия подразумевает непростой характер. И в этом смысле, конечно, хочется, чтобы Настя как-то в театре проявилась тоже. А какой была студенческая жизнь театрального московского вуза? Вообще это такая служба, прям 4 года от звонка до звонка. Мне просто есть чем сравнить. В ГИТИСе было все попроще. Ты мог что-то пропускать, сидеть и долго засиживаться в столовой. Здесь нет, есть два перерыва. С 12-15 до часу на обед 45 минут. И вечером с 6-15 до 19 до актерского мастерства. Ну и там дальше 10-15 минут быстро перебежать в класс, танц-класс и так далее. Пропускать ничего нельзя было. Это какое-то мхатовское, прям прекрасное, на самом деле, вот эта организация. И это было достаточно тяжело. Нас не отпускали ни сниматься, ничего. Кто-то был первый человек, который сказал, Настя, ты молодец, у тебя получается все. Вот это был такой момент? Да, конечно. Такая там система во МХАТе у Игоря Яковлевича. Он всегда очень честен. И он, если что-то понимает, что вот не по пути, это не потому, что человек не талантливый. Да, я понимаю. Он отчисляет. Но я очень сильно боялась, когда поступила. Я думала, что это ошибка, что меня взяли. И я так втопила. Я показывала все. Животные – это вообще моя любовь и сказка. Потому что я выросла у нас и утки, и какие-то, и козы. Это все. Все было, да-да-да. Я так втопила, что у меня оказалось, меня не знали, чем разбавлять. Первый семестр у нас был, значит, показ на Олега Павловича Табакова, все на кафедру. И даже какие-то у меня сняли, не потому что этюды были плохие, а сняли, потому что я не успевала. Действительно, у меня были совы, какой-то страус, тут же камол и козел. И я помню, что все время босиком я носилась. И так получилось, что у меня было больше всех этюдов, чем у всех на курсе есть. Кто первый сказал мне, молодец, Игорь Яковлевич. У нас индивидуальное собеседование. Раз в полугодие. В первые полугодия мы сказали, Настя, да ты молодец, все, давай точно так же, не избавляй темп и так далее. И я испугалась. И вот маленько, наверное, потом как-то и влюбилась, и так маленько подздулась, но это было недолго. Потом нормально все опять взяла себя в руки. А в театр вас как взяли? Вас же взял Калягин, правильно я понимаю? Вы показывались? Да. Игорь Яковлевич прекрасный, он так организовывает все. Он делает показ всего курса, коротко, быстро, ясно, на час все показываются. Ну то есть мы по одному не ходили. И так случилось, что у нас очень много людей брали в Амхат практически полкурса. Из нашего курса образовалась стажерская группа в Амхате. И поэтому у нас не было необходимости, у нас осталась небольшая половина курса, которую нужно было распределить. И то есть мы там ходили, показывались не так во много театров, у нас как-то очень быстро, хорошо, все остались в профессии. И вас взяли в ЭЦТРА, Калягин, да? В ЭЦТРА, да. И как? Вот молодой талант, молодой талант еще, который очень жадно относится к работе, которому все просто. Вот он приходит на работу в театр, где полным-полно старожилов, у них есть свои какие-то взгляды на жизнь. Вы легко адаптировались там, Настя, или с трудом? Там прекрасные работают люди, там прекрасная труппа. Вообще не было проблем у меня. Я честно скажу, у меня не бывает проблем как-то. Мне везет на людей. Это вот правда, это какая-то не моя заслуга на самом деле. Мне просто везет на коллективы, везет на каких-то прекрасных, добрых, честных, талантливых людей. Вы знаете, там так случилось, что меня взяли, потому что я по типажу подходила, одна девушка ушла в декрет, и нужно было, очень много освободилось, значит, замены. И у меня сразу как-то очень много появилось работы. Но одно дело, конечно, делать свою работу, выпускать спектакль, а и другое дело ввод. Это, конечно, две разные истории. Конечно, конечно. Потому что партнеры уже привыкли, и тебе нужно максимально сделать комфортно для партнера, не помешать атмосфере уже налаженной в спектакле, прийти вроде бы со своей индивидуальностью, но в то же время не навредить. И я очень много поначалу ввелась, а потом пришла Марина Станиславовна Брусникина, которая у нас выпускала еще спектакль «Война и мир». Мы играли в школе-студии МХАТ. Поставила прекрасный спектакль «Моя Марусечка». И у меня там была смешная роль. Я была Оля, у которой 10 детей. Интонации эти я до сих пор помню. Но я обожала этот спектакль. Это была моя полноценная, моя история, да, роль, которую мы вместе делали. Ну, во-первых, она очень красивая женщина. Во-вторых, она очень жаждущий в профессии человек. Мы с ней вместе в одно время работали в Театре Цитера у Сан Саныча Калягина. Она не холодна, не бездушна, не безразлична к тому, что она делает. Вообще, она очень артистка яркая. Она с хорошим очень чувством юмора. Артистка и комедийная, и характерная. У нее вот недавно прошел сериал «Угрюм река». И я считаю, у нее замечательная, яркая работа. Потом сериал «Гоголь». Тоже она интересна там показалась. И она хорошо работала в Театре. Потом Настя очень жадный, такой жаждущий человек до знаний. Она развивается не только в своей профессиональной актерской карьере, но она еще и стала писать. Она поступила на сценарное отделение и пишет. Поэтому я очень за нее рад. Пусть будут какие-то преграды, но чтобы она их преодолевала и добилась своей цели. Дело в том, что я просто со второго курса работала во МХАТе уже. Ну, у нас много ребят было занято. Мы играли с любимой «Не расставайтесь» и Рожакова. Хороший спектакль. А вас, коллеги, отпускал во МХАТ, в Ленком? Вы в Ленкоме тоже работали? Нет, ни в коем разе. Никто не знал. Да ладно! Я, как сказать, жадная была до. Мне хотелось... Я такой экспериментатор. Мне нужно все попробовать. Мне нужно знать. Я пойму, потом смогу составить мнение. Во МХАТе так получилось, что я потом играла уже просто в массовке «Мастер Маргарита». Ну, это было, как сказать, зарабатывание денег. Вы все-таки бывшие студенты. Только начинаешь свой путь. Конечно, основной штатный театр был Калягина. Но так случилось, что когда я подписала уже договор с Александром Александровичем, мне через месяц позвонили из Ленкома. Инна Георгиевна завтра мне позвонила и говорит, Настя, вот мы вот так, может, на полставки бы... Ну, там как-то вот они заинтересовались. А я говорю, я уже подписала. И я говорю, нет, я смогу. Я вообще, конечно, Марк Анатольевич Захаров, это... Ну, да. Это все, это... Я подумала, ну, хотя бы соприкоснуться. Как вообще? Какой там вкус в трупе? Какая там атмосфера? Как люди там живут? Я там ничего особо не сыграла, но я ходила очень много на репетиции. Полтора года. Репетировали пергюнта. И мы, значит, играли селян каких-то, я там была в каком-то составе. На самом деле, ничего выдающегося для моей, как сказать, внешней карьеры для зрителей нет. Да, да, для работы. Потому что я там всего сыграла, прилетая над «Гнездом кукушки» медсестру, которая выходила и говорила, нажимала на рупор, говорила, игра окончена. Все это было, моя звездная какой-то выход на сцену. Все остальное мы репетировали. Я знаю там все танцы наизусть. Да, да, да. Вот это потому, что много все танцуют. У них все точно, у них нужно, они все репетируют. Очень такой организационный прям там театр. Мне повезло, я просто присутствовала на репетициях Марка Анатольевича Захарова. Просто был. Это какое-то великое счастье мне подарила вселенная. Я так и не сыграла в пергюнте, но не сложилось, потому что было тяжело. Невозможно совместить штатное расписание, потому что все-таки я зависела от театра Калягина. Конечно, конечно. А в кино снимались вы уже тогда? Нет, и это было недосягаемое что-то. Так случилось, вот у меня как-то все правильно. Вот я отучилась, попробовала здесь, значит, это самое, значит, здесь закончила. Красный диплом вам хотят. Зачем он нужен, непонятно, но мне нужно. Нет, ну как, понятно зачем, потому что это важно, я вполне это понимаю. Потому что я так плохо училась всегда в школе, и мне так хотелось самой себе доказать, что я не двоечник. Я все могу, я очень способная. Это же ты привыкаешь к этому, что к тебе относятся как к двоечнику. Да, 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 да. Ну, а ты творческая у нас. Ну, то есть это было всегда вот так. И я вот так, да, закончила. И я к чему говорю, что потом я подумала, три года я по-честному отдала театру. С утра до вечера, репетиции и так далее. Потом я поняла, что это невозможно, на самом деле, в репертуарном театре совместить путь киношный с репертуарным театром. Тяжело достаточно. Но это было у меня абсолютно такое осознанное, принятое мною решение, что вот заканчивается у меня, значит, сезон в театре, я пишу заявление, я ухожу, все. Куда ухожу? Ну, страшно, я ушла в никуда. В никуда. Я была готова идти, я подумала, ну, если не сложится, я пойду. В Макдональдсе можно работать. Ну, конечно, да, ну, чтобы прокормиться, конечно. Да, я подумала, но я во всяком случае буду знать, что я свободна в плане, я власту над своим временем, я могу идти, совершать, ошибаться, падать, вставать. Вы понимаете, репертуарный театр создает такую удобную подушку тебе безопасности. И ты понимаешь, что там каждый месяц у тебя там зарплата и так далее, всех любишь, тебя все любят, все как бы, будет постановка, тебе все равно... И вот эта стабильность, я не знаю, как всем, но мне дает расслабление такое. Я считаю, что артист не может существовать без конкуренции. Я поняла, что если вот еще дольше, я очень быстро увидела там свой потолок и стало, ну, как-то скучно, если я так могу сказать. И началось кино там, так или иначе, да? Да, я снялась Валерия Петровича Тодоровского. В Оттепеле. Вот теперь, да, это было мы. Вить, как же так-то? Как же так можно? Я же живой человек. Ну, вы мне даже не позвонили. Вы фотографию сняли, а номер набрать. Оксаночка, ну, прости нас, пожалуйста. Ну, мы все понимаем. Ну, лучше тебя никто бы это не сыграл. Ну, кто же знает, что хоть совету не понравилось. Это все из-за вас, Егор Ильич. Зачем вы вообще стали пробы переснимать? Знаете что? Я вот вас сейчас приклинаю. Чтобы у тебя больше в жизни ни одной картины не было. Я тебя приклинаю, понял? Ой, ужас, ужас. Вот ужас. Это трагедия прям. Я с этой сцены и пробовалась к Валерию Петровичу. Потом она была вот в кино. А долго он утверждает? Говорят, что долго, да? Да. Долгий путь. У меня, на самом деле, я счастливый человек. Я мечтала начать сниматься вот с Тодоровского. Мне хотелось, как мои старшие товарищи, Макс Матвеев, там, Катя Вилкова, Шагин. Они вот, значит, их Тодоровский как-то открыли. И я прям, у меня была мечта, и вот она сбылась. И когда я узнала, что идет кастинг, Татьяна Талькова делала кастинг, и я обзвонила весь свой курс, чтобы все тоже пришли, потому что Валерий Петрович нас не видел, а он как-то так любит курсы Золотовицкого. Пришли все, там, специально видели день, и мы пришли просто пофотографироваться, что-то там сказать на камеру и так далее. Это было летом. Через полгода я узнала, что, значит, возобновляются эти пробы. У меня не было ни агентов, там, ничего. И я такая у подружки узнала, думаю, дай попробую позвонить. Я позвонила Тане, Танюше Тальковой, я говорю, Таня, здравствуйте, вы меня помните? И она говорит, да-да-да, я помню. Я говорю, вот у вас, можно я приду? И я пришла еще раз. Потом, значит, были какие-то просто встречи-беседы с Валерием Петровичем. Еще я пришла, он не знал, какую роль мне дать, а ему важно понять, узнать, познакомиться. И вот что-то мы раз пообщались, потом что-то я пришла еще. Потом у меня, значит, были вот эти пробы. А потом уже год практически заканчивался, к лету я уже прихожу, у меня были, по-моему, пробы, не помню, может, Саша Яценко, грим-костюм, а мне все не утверждают, не говорят ничего. Я уже все расстроенная думаю, ну, наверное, меня не утвердили. Наверное, да, уже все так все серьезно все пробуют. И мне пишут, Настюша, тебя утвердили. Я не могла поверить, да, вот это был целый год, вот такой, ты не понимаешь, вроде ты интересен, вроде нет. Вот, да, вот так вот. Всегда энергичный человек, самый энергичный человек на площадке, ну, если не после режиссера, то вообще самый-самый. Это Настя. С ней не соскучишься. Это всегда поток шуток, поток поисков образа, сомнений, мыслей, переживаний, чувств. То есть максимальная концентрация жизни человеческого духа на съемочной площадке. Великолепная мощь, огромный размах, оперная дива еще кроется там внутри. Поэтому я жду наших будущих совместных работ и жду в особенности твоей, Настя, значимой работы. Как вообще вот это все переживается? Вот эта бесконечная внешняя оценка и ожидание этой оценки? Ну, смотря как к этому относиться, к ожиданию, это часть нашей профессии. Нужно очень здорово, спокойно уметь. У вас получается? Нет, я живой человек, конечно, по-разному бывает. Но, наверное, сейчас вот уже с годами, так, если могу выразиться, пришло понимание, что все правильно. Я иду своим путем. Он у каждого свой. У меня вот он такой. Значит, нужно выждать, посидеть. Оно придет. Ну, значит, так нужно. Займи себя другим. Переключись. Держись. Главное быть всегда... Удача — это шанс для подготовленных. Нужно быть всегда... Это правда. Это правда. Еще один фрагмент смотрим. Это все из-за тебя. Мана, я... Я не совсем понимаю, о чем... Ланечка, душа моя! Ты что же делаешь-то? Ты испортил все. Ты в лес, куда не надо. Вот ужас-то. Когда приходится для роли играть, ну, что-то такое, что совсем вам противоположное, да, какую-то нечисть или каких-то там, я не знаю, беззубых старух, это себе как надо объяснить? Я сейчас не я, Настя Попова, а я сейчас панночка? Или что? Или как это происходит? Я не... Я... Вы знаете, вот... Мне неловко, я не знаю, как происходит у других. У меня костюм, грим... И ты начин... Вот у меня немножко от внешнего к внутреннему. Да, 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 да. Я не могу изнутри найти героя. Ну, как... Нет, а это часто большие, между прочим, артисты, взрослые, говорят, что прям вот от костюма всё начинается. Да, интуиция ведёт. Вот как-то это всё делается через меня, я не знаю. Я очень... Я не люблю репетировать ещё. Да что вы. Вообще. Я не знаю, почему. Я обожаю пробоваться в кино, даже если не важно. Мне очень нравится попробовать какие-то, да, там... Но репетировать, я вот это мое, наверное... Мне быстро становится скучно. Я уже всё поняла. Мне хочется быстрее попробовать. А давайте снимем. Какой должен быть сценарий, чтобы вы согласились там играть? Что в нём должно быть? Вот какой он должен быть? Сценарий должен быть сценарий. Со всеми... С поворотами, с переломами героев, с хорошей выстроенной аркой героя, чтобы я понимала, к чему он идёт, к чему приходит. Иногда даже этого нет на бумаге, и я всегда думаю, ну, как бы мне нужно найти, где будет его больная точка, почему он такой, если там я играю плохую героиню. Мне всегда... Ну, даже для себя в кино, может, это не всегда заметно, но мне всегда важно, что герой хочет, что у него болит, что ему мешает, да? Вот есть вопросы, кто, что, что мешает. Настя, а чего вы не будете играть никогда? Если есть какие-то там, например, сцены, или если есть какие-то персонажи, мне неприятные, непонятные, если я не могу их оправдать, я, наверное, да, не соглашусь. У меня был недавно такой... Я отказалась сыграть там мать-алкоголичка, вот она бьёт ребёнка, там что-то это. Это я, прочитав сценарий, я не... Во-первых, мне с моей внешностью нельзя это играть. Может, это, ну, долго в плане, как сказать, прилипнуть ко мне. Я очень, ну, как... А хочется же ещё как-то куда-то... Ещё только я в начале... Я только в начале пути, надо ещё как-то успеть. Потому что я поняла, я не могу никак её оправдать. Я поняла, что мне это не по плечу. Ну, вот оправдать её такие какие-то зверские поступки. фрагмент фильма «Угрюм река». Какую домину Пётр Данилович выстрелил? Залый? Как Марья-то терпит. Ну, он морду-то отвороти. Знаю, что не я у тебя на уме. Ну, так тут же ещё, Наденька. Кто-кто? Ясно, кто. Анфиска. Все вы, кобели Петру, обзавидовались. Вам нравится роль вот в этом кино? Да, я вообще люблю свои роли очень. Вы знаете, это не моя, как сказать, заслуга. Это заслуга вот Юрия Павловича. Мороза, режиссура. Мороза, да. Это совместный такой вот труд партнёра. Ну, конечно, конечно. Конечно. Прекрасный Виталий Коваленко мой. Он всё время всё это. У меня героиня неприятная. Ну, а я её люблю. Нет, она, да, да. Она такая непростая. Да, вообще, она под дуру везде косит. Сама всё знает. А сама всё знает. Она очень хорошая артистка, очень сдержанная, очень дотошная, которая может постоянно и хочет постоянно что-то переделать, что-то обновить, что-то проверить, включая текст, какие-то обстоятельства роли, какие-то обстоятельства взаимоотношений. Всё время рядом, всё время тебя подождёт, всё время перетерпит, если у тебя что-то не получается и, может быть, даже подскажет. И она всё время в таком перевёртыши существует. Что я имею в виду? Это когда ты от человека, от партнёра ждёшь что-то определённое, а она даёт тебе чуть-чуть таким хорошим, прекрасным креном обстоятельств, которые тебя начинают чуть-чуть дискоординировать в хорошем смысле и как-то в другую сторону может направить, не направить. Её всегда интересно. Вот в этом её актёрская митрость. В ней в сегодняшней площадке она, скорее всего, такой сдержанный человек, хорошо разбирающийся в кухне, любит такую чуть-чуть личную историю. Ей всё время нужно как-то посидеть, успокоиться, как-то подумать о своих обстоятельствах. Ну и она очень обязательный человек. Прям прекрасный фильм многосерийный, вот этот ваш. Да, спасибо. Я тоже так считаю. Да, и Юрий Мороз молодец. Да, это вообще спасибо огромное, потому что его заслуга. В каких условиях они там бедные работали, это мы там пришли, они через всё, не везло с погодой. Потому что снимались в многих городах, в Екатеринбург, Минск, Суздаль, Подмосковье. Например, сцену, которую мы сейчас посмотрели, она снята зимой, а показывают лето. Лето, да. Да, и это великая заслуга режиссёра, это всё же на его плечах, всё вот ты придумай, всё это, потрясающе. Настя, а вот если у вас телефон там не звонит три дня, вы начинаете метаться по работе, с предложениями? Я вам честно скажу, я не избалована работой. Ну, то есть у меня перерыв год, по два. А что вы делаете в это время? Учусь. Я вот тут пошла, заканчиваю в школу, учуя вторую профессию, сценарист, сложная профессия. Я пошла учиться, это меня невероятно расширило мой вообще кругозор. Я стала менее амбициозной, менее тщеславной, даже потому что я понимаю, как людям за кадром, как всё это уже ориентируешься. Мне вот необходимо было понять, что есть ещё, если не это, то я могу это делать, если не это, то я могу это. А у вас есть муж? У меня есть молодой человек. А он актёр? Да. А не тяжело актрисе с актёром? На самом деле, это, конечно, ужасно. Я всю жизнь думала, только не артист. Никогда. Потому что я всегда считала, что это не мужская профессия. Потом я поняла, что да нет, везде живые люди, не профессия его как бы делать. Какой он есть, а уже там всё. Просто на одном языке разговариваешь. Я там эмоционально неуравновешена. И не всегда человек из другой, там, как-то стези, даже может это понять. И это очень важно обсудить. А вот какие-то, мы же всё время мелочи какие-то обсуждаем, ты понимаешь? А он на меня так посмотрел, я в этот момент подумала о том-то, я вспомнила свою бабушку. Ну, то есть, человеку там, бизнесмену. Ну, короче, всё хорошо в итоге-то вышло. Слушайте, а что вы очень любите делать, когда вам не нужно делать ничего? На самом деле, я всё время стараюсь, хотя я считаю себя невероятно, ой, ленивая. Да, я понимаю, да, но я всё время стараюсь, чтобы не может быть свободного времени. Ну, то ли это вот школа дала это понятие, школа-студия МХАТ дала это понятие, организованность всё время, и в спортзал надо, и сюда, там надо это, надо успевать много. И вот Олег Павлович, он вообще же всё успевал, это же потрясающе. Но я ленивая, я могу, даже иногда у меня есть какое-то важное дело, у меня выходной день, я понимаю, мне нужно там что-то написать, или что-то придумать, созвониться. Я могу всё бросить, и самое для меня, самое приятное, это, конечно, ужасно, я могу прийти, сесть на лавку, это, наверное, самое любимое, и втыкать. Особенно утром люди идут на работу, и ты смотришь, когда просыпается день, и даже зимой, я уже даже мёрзну, но мне так нравится сидеть на лавке и смотреть. Я могу бросить всё вот, и тут же там сесть за руль и уехать. Я не могу планировать свою поездку вот домой в Дубну, и это всегда происходит спонтанно. Я понимаю, хотя бы на два часа мне необходима дорога, и всё, и ты едешь, даже не музыка, не вот только, вот, наверное, вот это. Я понимаю. Спасибо вам большое, Надь. Спасибо. Спасибо за разговор. Я желаю вам закатов, рассветов, наблюдений. Дом в Дубне. И знаете, ещё что я вам желаю? Чтобы у вас просто не умолкая звонил телефон просто вообще с утра до ночи. И чтобы вас приглашали на разные роли, а вы бы отказывались не потому, что вы не можете оправдать эту мать-алкоголичку, а потому, что вы просто не можете десять ролей играть одновременно, а можете только пять. Спасибо. Спасибо вам огромное, что вы меня позвали. Это потрясающе. Спасибо. Анастасия Попова превосходная и талантливая артистка. И мы, зрители, хотим обратиться к режиссёрам. Снимайте её чаще в своих фильмах, потому что нам очень хочется смотреть кино с её участием. и талантливая артистка. Этот фильм существует... Продолжение следует...